По статистике в нашей стране почти весь объем бытового мусора захоранивается на спецполигонах. Всего около 2% отходов сжигается, 4% перерабатываются. Торсырье попадает на линии сортировки, где отбирается то, что можно снова использовать. Новую жизнь при грамотном подходе могут получить пластик, бумага, стекло, металл и другое. Мой ребенок постоянно играл в мусоровозы, он просто обожал, перегружал, просил мультики на эту тему включать. И так как мультики быстро закончились, то мы начали просто из YouTube включать ему ролики о переработке с европейских заводов. То есть как у них происходит сортировка, как у них происходит переработка. И когда перед глазами больше года у меня вот эта вот переработка была, то возникла идея, ну почему этого нет у нас. Наталья всерьез заинтересовалась проблемой разделения и переработки мусора. Рынок оказался достаточно свободным для этой деятельности. И в прошлом году она запустила проект реутилизации. Сейчас у Натальи уже два пункта сбора. Пэт-тара, канистры и флаконы, полипропилен, полистирол, стекло и бумага. То, с чем она работает. После прессовки сырье отправляют на перерабатывающие заводы. Пластики разных видов, они совершенно по-разному перерабатываются. У них разные свойства. Например, измельченная пэт-тара, она в воде утонет. А измельченный пластик с маркировкой 5, полипропилен, он будет плавать на поверхности. И у него очень разные свойства. Например, в микроволновке нельзя греть в пластике с маркировкой 6. Потому что он при нагревании выделяет опасные вещества. Но йогурт хранить в шестерке можно. В этом году Наталья поставила свой собственный рекорд. Целых 5 тонн пластика была отправлена на переработку. Кстати, сейчас в рамках проекта в связи с пандемией введена услуга «Экотакси», чтобы жители, не покидая дома, продолжали делать доброе дело. К нам обращаются люди, которые в загородных домах накопили уже мешками пластик, макулатуру, стекло. Наши машины приезжают, вывозят, и они все благодарят, потому что это действительно хорошее дело. Экотренер Полина Григорьева – эксперт в области экологического просвещения. Учат одинцовцев быть ответственными потребителями. И не только. Я верю в то, что благодаря экопросвещению мы повышаем культуру потребления, культуру обращения с отходами. Потому что, когда люди узнают о том, что сейчас у нас количество свалок по площади уже превышает Швейцарию, люди задумываются о том, что они могут сделать для того, чтобы ну хоть как-то оставить более-менее чистую планету для наших внуков и детей. По словам девушек, экологическая обстановка в Подмосковье оставляет желать лучшего. Но они уверены, что все вместе мы сможем сделать чище свой округ, город, ведь это наш дом. Главное – действовать и не быть равнодушными. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова